Привет, друзья! Хочу сказать вам интересную вещь. Я вот недавно слышал вопрос психолога, ну в интернете смотрел, одной даме, и он спрашивает, почему вы хотите всё время быть счастливой, восстанавливать душевное равновесие, лично для вас это зачем нужно? Ну, она немножко растерялась, но я могу сразу сказать, это нужно для того, чтобы, когда человек в эмоциональном состоянии теряет внутреннее равновесие, баланс, мысли текут хаотично, он не может понимать, что и как говорить, или о чём думать правильно, чтобы получить результаты своих действий. Хаос в голове – это во-первых. Во-вторых, в душевном равновесии нет боли. Нет боли. Потому что именно боль – это пик напряжения, который забирает больше всего энергии. Вот сила воли много забирает энергии, потому что вам приходится преодолевать какие-то в себе желания, ограничивать свои возможности, проявлять силу воли. Это же напряжение. О чём выше напряжение? Во-первых, тем быстрее крутится внутреннее колесо, условно говоря, перебора решения, а иногда и застопаривается, зацикливается. Поэтому нам и нужна разгрузка с перезагрузкой, чтобы научиться получать в нужный момент по своей воле состояние душевного равновесия, баланса и получать быстро. Мы не клиника, я ещё раз повторяю, это очень важно, потому что иногда есть больные, которые полагают, что ключ – это лечебный метод. На самом деле ключ – это универсальный метод, и помогающий и в лечении различных заболеваний в руках хорошего специалиста, который прошёл специальную подготовку по методу ключи меня. А так просто – это метод для саморегуляции, то есть находить в себе внутреннее равновесие, когда вы его теряете в силу различных причин и обстоятельств. Нужно опять остудить голову, а для этого оказывается, в качестве скорой помощи нужно согреть руки. Вот врачи сейчас тоже советуют, когда у человека давление или страх, ну погреть руки в горячей воде, и осматики это многие знают, и я об этом много лет говорю. Чтобы остудить голову, нужно согреть руки. Раньше бабушки грели в тазике ножки, чтобы снизить давление крови. Да-да-да, раньше так было. Ну, руки, раз кран включил, и руки помыл горячей водой, и уши размял, уши размял. Эти приёмы я всё время рекомендую, кто не видел, пусть попробует, потому что, когда руки вы нагреваете, голова остужается, то есть ходить на смысле пропадает, спазмы снимаются, кровь поступает лучше клеткам мозга, клетки мозга насыщаются кислородом, голова проясняется, и вы обретаете баланс. Внутреннее равновесие душевное. Так вот, ещё одна интересная вещь, и я сейчас скажу. Неслучайные связи между теплом, чувством комфорта, снижением беспокойства. Там есть закономерности. И вот я в науке человечности, в методе ключа, я там много рассказываю в своих книгах, и мы всё вместе, когда выходим в Zoom, задаёте вопросы мне на бесплатных ликбезах и на вебинарах. Я много рассказываю о том, что комфорт, чувство тепла, у нас есть ключевое дыхание, где надо в течение минуты прислушиваться вдох теплее или выдох теплее, и сразу наступает снятие лишнего напряжения, выход из этого стрессового состояния на состояние внутреннего равновесия, душевного комфорта. И волна есть, и другие приёмы есть, подбирать, которые надо. Я постоянно об этом повторяю. Ну, выходите в Zoom на ликбезы, а скоро у нас будет вебинар. Скоро у нас будет вебинар, там через недельку-полторы мы ещё дату не определили, потому что определяем в теме. Но сейчас важно понять и запомнить. Человек часто бывает в эмоциональном состоянии. Эмоциональное состояние часто ему мешает иногда понимать ситуацию, как она есть. Он воспринимает её субъективно. И чаще всего есть такие люди, большинство, которые зациклены на своей тревожности. И всякий вот этот вот момент, когда он получает письмо, там, звонок, там, где есть несогласие с его каким-то мнением, да, он воспринимает бурно, эмоционально, как будто на него кто-то нападает. Да никто не нападает, ну, не все же окна смотрят только на вас. Ну, что вы такие зацикленные? Я говорю о тех людях, которые зациклены. Я тоже был зациклен, когда молодой был совсем. А есть люди по нездоровью зацикленные. А есть люди, которые работают, 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 работают. Хотят получить результат, удовлетворение моральное. Он хочет, чтобы ему похлопали. А в этот момент ему критику пишут. Ну, и он взрывается. Ну, это понятно, это понятно. Да, вот недавно смотрел Далай-Ламу, как он вспоминал, как в своё время в молодости, как бороться с гневом. Ему задали вопрос, он сказал, я, говорит, у предыдущего Далай-Ламы на его машине ездил. Да, и вот там, говорит, был водитель, который стукнулся головой, чинил мотор, под машиной был, и головой стукнулся в нищем машине, и получил боль. И потом разгневался, и ещё три раза стукнулся головой одной машине с раздражением. И Далай-Ламу сказал, ну, какой умница. Да, Далай-Ламу сказал, и вы подумайте, когда вы получаете какую-то неприятность, какую-то боль, не случите головой об эту машину. Вы подумайте, зачем вам это делать. Вы ещё два раза стукнулись в то же самое место. Ну, говорит, запомните, думайте об этом. Я тоже хочу сказать кое-что. Дело в том, что когда человек эмоционально реагирует, в эмоциях меняется его состояние. Он выходит из душевного баланса, из этого равновесия. И как быть? Ну, как он выходит? Вот я пример приведу. Вот я когда в молодости, давно, много-много лет назад выпивал. Да, ну, как все молодые люди. Иногда перебарщивал. Я вот на следующий день давал себе зарок, что я сегодня вечером пить больше не буду. Ну, никак. Кто бы ко мне в гости не пришёл, ко мне много приходилось. Кто бы не пришёл, пить не буду. Опять вечером я напивался. Почему? А потому что, вот первый признак выпивухи, алкоголизма уже, от бытового пьянства. Первый признак такой. Нам, когда я учился в мединституте, интернатуру проходил по наркологии. И Фаталиев Маговед Маговедович нам рассказывал в заводделении, что алкоголик это уже тот, вот он на работе, например, работает, у станка стоит, дела не идут, там, всё из рук падает, и вдруг ему сказали, пойдём сегодня, там, чуть-чуть того. И у него сразу загорелось, щёки зарумянились, работа пошла. Это уже, знаете что, образ ожидаемого предвкушения, ожидаемое предвкушение того, что он выпьет, уже включает, уже включает рефлекс алкоголя. И уже включается состояние, и поэтому критику сметает нафиг. У меня тоже в молодости так было, когда пришли гости, давай выпьем, я думаю, ну давай выпьем, потому что я представил, что я сейчас выпью, ну, бессознательно, и сразу мне легче стало. Я забыл, что если утром клятву давал, что пить не буду, поэтому я в следующий раз над холодильником написал у себя, «Помни об утре», забывает человек в эмоциональном состоянии, забывает человек о всех своих правильных выводах из жизни, наступает на те же грабли. Ну, а теперь ещё раз возвращаемся к началу. Не случайные связи, а закономерности я определил. Между теплом и ясностью ума. И поза эмбриона, защищённое событие, защищённое состояние, поза эмбриона, когда вы укутались, вот так вам тепло, и поэтому ключевое дыхание у меня, я придумал тогда одну минуту делать ключевое дыхание, если прислушиваться к вдоху и к выдоху, где теплее, то есть поиск тепла, создаёт доминанту тепла, а тепло – это комфорт, а комфорт – это защищённость, а защищённость – это отсутствие суеты, ясности мысли. И вот тогда, когда у вас хорошее состояние, как, например, сейчас, когда прекрасное состояние, когда вы всё понимаете, голова работает хорошо, когда вы ещё не находитесь в ответственной ситуации, где начинаете нервничать и выпадаете из этого равновесия, так вот в этом состоянии, запомните это состояние, а мы там, когда будем проводить ликбез бесплатный, очередной, объявление будет, как обычно мы два раза в месяц проводим на нашем канале YouTube, в Instagram, и там, значит, на вебинаре, который скоро будет, объявление будет, и вот там задавайте в Zoom вопросы, как же сделать вот это, не только надпись над холодильником, но я не только для тех, кто хочет бросить пить, я сейчас говорю, я говорю, вообще, чтобы запомнить, что это, какие-то правила. Например, такое правило есть, потрясающее. Когда меня что-то вывело из себя, я там старался, 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 и тут мне написал кто-то, да ерунда, всё это чепухой занимается, мне это вывел, мне хочется ему, вот это, как Далалама говорит, гнев, вот головой однище этой машины стукнуться. Я ему там, допустим, мог бы написать, да пошёл ты в баню там. А не спеши. Вот чтобы не реагировать вот так эмоционально, чтобы не думал, что на тебя кто-то нападает там. Да нет, ну все же люди, просто он не понял, он просто не понял, так написал, или он так зациклен на своём, он так написал, или ещё что-то такое. Так чтобы не забывать, я бы сегодня записал над холодильником, или даже там в своих небесах, там где-то в памяти твёрдо, а это можно сделать во время разгрузки с перезагрузкой, я бы записал. Что бы тебе ни сказали, с кем бы ты ни встретился, какую бы тебе критику ни навели, помни о Будре, а для тебя утро. Помни о любви к людям. Помни, что они не в форме, может быть, в этот момент. Может, они тебя не поняли. Ну что ты агрессируешь? Ну ты что бьёшься головой от нищей этой машины? Это же машина. Мозг наш, когда мы в эмоциональном состоянии, машина. А мы должны быть осознанны. Поэтому помни о Будре. Помни о любви к людям. Да, и ты никогда не проиграешь, потому что если ты не будешь спешить, отдашь себе остыть, разомнёшь руки или её в горячей воде, или разомнёшь уши, да, успокоишься, и потом ты поймёшь. Ну человек-то чем-то виноват, что ли, перед тобой. Ну он так понял. Поэтому настраиваясь на взаимодействие, на контакт, на общение, любовь. Это наше утро. Утро нашего разума. До встречи, друзья.